Служение Слова Благодати представляет Программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев. Друзья, мир вам! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. С вами снова Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, нам прислали вопрос, что такое экуменическое движение и как верующему человеку к нему относиться. Этот вопрос относится к категории специфических тем религиозного смысла, религиозной значимости, и по этой причине, скорее всего, он неизвестен, или эта тема вообще не знакома для большинства, наверное, наших слушателей. Тем не менее, он достаточно важен, чтобы посвятить ему несколько минут нашего времени сегодня. С самого начала нужно сказать, что сама причина экуменического взаимоотношения или экуменического движения, она рождается в определенных условиях, в которых живет христианский мир. Известно, что христианский мир достаточно разрознен. То есть существует множество динаминаций, существует много разных традиций, и очень часто между динаминациями ведется борьба, иногда она перерастает в открытые войны, в конфликты. И вот на фоне всего этого некоторые христиане говорят, ну, не гоже так жить, нам нужно как-то иметь общность. И поэтому выдвигаются разные лозунги, разные предложения относительно того, как же мы можем преодолеть разрозненность и иметь вот общность такую. И в связи с этим появилось движение, которое известно сегодня как экуменическое движение, или явление, которое называется экуменизм. Его суть можно свести к следующему. Единство прежде всего. Мы должны объединиться, мы должны не враждовать, и поэтому нам нужно жить мирно и не фокусироваться на том, что нас отличает или в чем мы расходимся друг с другом. И когда посмотреть на эту идею, то она, безусловно, конечно, несет в себе очень много положительного, много доброго и хорошего, но на практике мы видим, что очень часто это доброе намерение, оно выражается в неправильных формах и приносит печальные результаты. Суть этого в следующем. На чем строится единство? Единство, конечно же, нужно искать. Конечно же, нам нужно обращать внимание на то доброе, что есть в каждом из нас, в каждой церкви и в деноминации. Но когда мы говорим о любом объединении, оно всегда происходит на базе чего-то. И вот Священное Писание достаточно ясно говорит, что есть только одно основание для единства, и этим основанием является Евангелие. Апостол Павел когда-то в послании к Галатам пишет достаточно категорично, используя даже очень резкий, я бы сказал, язык. Он говорит следующее. Первая глава шестого сека. «Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовы, так скоро переходите к новому благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить или извратить благовествование Христово. Но даже если бы мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Анафема – это очень серьезно, это очень резкая категоризация людей как врагов Иисуса Христа. Поэтому, исходя отсюда, мы можем сделать вывод. Любое объединение, которое построено не на Евангелии Иисуса Христа, которое игнорирует Евангелие Иисуса Христа, оно не угодно Богу. Оно не может иметь места. Почему? Потому что в другом месте апостол Павел говорит, какое соучастие верного с неверным. То есть мы пытаемся объединить людей, которые принадлежат Христу, с теми, которые принадлежат Христу только на словах. И вот в этом-то и главная задача. Конечно, мы не можем всех определить, кто принадлежит Христу по-настоящему, но если люди открыто исповедуют Евангелие, которое отличается от апостольского Евангелия, от того, что оставили здесь апостолы, то, конечно же, никакого объединения с ними быть не может. Говоря об этом, нужно отметить еще пару очень важных элементов. Когда мы говорим об объединении, то мы предполагаем единство в вере, единство во Христе, единство в служении благовестия, служении достижения души, утверждении и вследовании за Христом. Вот именно об этом идет речь. Но существуют другие формы какого-то сотрудничества, которые не претендуют на духовное единство. Например, церкви в городе могут вместе выразить свою позицию относительно абортов. Аборты распространены на явлении, когда происходит убийство нерожденных детей, и церковь, которая придерживается Евангелия Иисуса Христа, может сказать об этом. И об этом же говорит какая-то секта, которая извращенная Евангелие исповедует. Здесь нет духовного единства, но в данном случае и одна, и другая группа людей оказались в единстве мнения, что вот такое-то явление – это плохо. И вот здесь нужно ясно понять, что когда мы говорим об отсутствии объединения, речь не идет о том, что нам нужно обязательно враждовать с этими людьми. Нам ни с кем не нужно враждовать, нам нужно быть носителями Евангелия для всех, но быть достаточно мудрыми, чтобы мы в деле Божьем, в деле Евангелия могли быть соучастниками с теми, кто в действительности принадлежит Господу, знает Евангелие, живет им и проповедует его. То есть принцип Августина, главным единством во второстепенном любовь, то есть во второстепенном свободе, во всем любовь, не со всеми работает? А он будет работать со всеми, если мы правильно определим главное. То есть когда мы определяем главное минималистически, то тогда он не будет со всеми работать. Но если для нас главное – это Евангелие Иисуса Христа, то тогда мы будем где-то ближе к тому, чтобы вот этот принцип признать как действенный принцип. Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Друзья, спасибо вам, что вы нас слушаете и присылаете ваши вопросы. На сегодня все. Благослови вас Бог. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.слово.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Viber и WhatsApp 1-360-977-21-82 и на электронную почту radio.слово.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.